Всем привет! Сегодня поговорим о моей сборочке Linux Mint 18.2 с рабочим столом Mate. Значит сборка получилась нормальная, работает хорошо. Что мне всегда вам это нравилось это очень такая хорошая настраиваемость панелей. Как видите вот виртуально машину я как говорится поставил на ней все проверил все работает. Вот у Mate есть вот такие вот хорошие качества. Легко прячется панелька причем она может прятаться как влево так и вправо. Навели курсор и панелька перед вами. Любая программа как говорится запускается. Все заявленные программы работают. Причем значит здесь уже я установил такие вот вещи. Первое. Если пойдете в бург, то бург уже он установлен здесь. И вот тут уже сможете просмотреть как у вас будет в бурге менюшка выглядеть. Дальше значит если бург по каким-то причинам у вас не будет работать, у вас будет в меню загрузки можно выбрать групп. Вот на эмуляторе оно так примерно будет выглядеть. Ну вот практически и все. То есть с настройщиками загрузки проблем думаю особых у вас не будет. Ну два броузера. Значит Google Chrome и Mozilla. Несколько необычного. Тут вот располагается значит окна. Это вот допустим окно программы OBS Studio, которую сейчас я веду. Запись. А также значит вот моя чвертвальная коробочка осталась не закрытая. Вот могу ее закрыть. Значит ну и тут тоже значит у меня имеется. Отпробовал я по компизомании поставить флажки вот сюда вот. Вот русская, английская. Но к сожалению вот этот веб-ресурс уже не работает. То есть отсюда флажки уже не скачать и не установить. К сожалению. Хотел сделать сборочку с флажками. Ну у кого возможность добраться вот до таких флажков загрузки. Вот. Значит есть. Кто знает откуда скачать. Скачайте и вот отсюда значит можете все это дело себе поставить и будут у вас еще и флажки загрузки красивые. Вот. Значит мне значит вот панели значит вот посмотрите свойства. Значит показывать кнопки вскрытия там и так далее. Вот если я сейчас уберу стрелочки на кнопках вскрытия. Ну вот допустим закрыли. Вот я могу перемещать панель куда мне понравится. Вот. Пожалуйста значит. То есть практически панель можно поместить в любое место. Ну где вам как говорится по душе. В то же время взяли. Зашли в свойства. Вот пожалуйста. Показывать допустим панели кнопки вскрытия. Да еще и автоматически допустим вскрывать панель. Все. Панели нет. Завели панель есть. Кнопки вскрытия. Раз. Здесь. Пошли сюда. Запустили. То есть очень такая хорошая свобода. Значит и панель прячется. Места много не занимает. А если вам допустим что-то нужно. Какую-то конкретную задачу вы там хотите выполнить. То эту задачу практически всегда значит можно вот таким вот образом выполнить. Мне вот это вот качество у панелей. А панелей таких в мейте можно сделать очень много. По своему вкусу. И представляете вот всего лишь там будет занимать местечко. Там хоть 3 хоть 5 панелей делаете. Вот. Хорошая штука. Ну что. Значит. Телевизор. Значит. Для людей говорящих на русском языке. В принципе. Работает нормально. Программа есть на русском. На белорусском. На Украине. На 3 страны. Россия, Белоруссия, Украина. Дальше. Значит. Ну настройщики меню. Я показывал вам. Значит. Две программы для записи с экрана. Вот сейчас я использую программу АБС Студия. Также. Значит. Проигрыватель имеется. Имеется. Значит. Опеншот. Видеоредактор. Аудиоредактор. Настройки звука. Вот. Об этом я уже неоднократно и много раз рассказывал. Ну вот. Можно картиночку допустим взять. скопировать. Скопировать избранный. Думаю. Хорошая. Красивая картинка. Под видеороликом я помещу ссылку. по которой можете скачать данную сборку. Я помещу ее на крок. И вот. Что бы еще хотелось. на что бы хотелось бы еще. На чем бы хотелось бы обострить внимание. Что при установке программы SystemBug. Вот. Этапы ее. Да. Вот. В последовательности. Как полагается. Они работают на Linux Mint 18.2. Для любых рабочих столов. Для Cynamon. Для XFace. Для Mate. Для KED. То есть. Везде все это дело работает. Единственное. Значит. Ну. Меню будет на английском языке. Ну. Что бы там пару фраз выучите. Вот. Но зато. Как говорится. Все работает. И работает. Как говорится. Отменно. И нормально. Вот. Не стал я там уже париться с этими. Менюшками. Вот. Достают уже. Буквально. Три команды. Которые следует. Набрать в терминале. Последовательно. И флажки стран сразу тут появляются. Вот таким образом. И переключение идет поальше. И в том. Это вот как-то тут случайно нарвался на свеженькую такую информацию. Ничего скачивать не нужно. Ничего. Вот так вот все оно работает. И прекрасно работает. Так что вот. Можете по этой команде подключать флаги стран к себе на Linux Mint 18.2 Mate. А так все у вас будет хорошо и раз чудесно. При перезагрузке компьютера флаги сохраняются. Не выглядит зрительно. Это лично на мой взгляд посимпатичнее. Хотя и против букв я ничего не имею. Тут уже скажем так. Дело вкуса. Если нравится. Оставляйте. Без этих команд. Просто буквы. Если нравится. Ну. Наберите три команды. И у вас будет вот такая вот симпатюлечка. Которая по отшифту будет переключаться. Или просто курсором мышки будет все это дело менять. Ну ладно. Значит я желаю вам всего самого доброго. Всяческих успехов. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok